АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня мы смотрим и как-то обсуждаем фильм Рената Литвиновой «Последняя сказка Риты». Фильм получил специальный приз к изданию «Коммерсант. Уикенд». Позвольте вам представить съемочную группу фильма. Актриса Татьяна Друбич. АПЛОДИСМЕНТЫ Актер, но вообще-то режиссер Николай Хомерийкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Телеведущая и актриса фильма Сати Спивакова. АПЛОДИСМЕНТЫ Художник по костюмам Екатерина Сычева. АПЛОДИСМЕНТЫ Актриса Альбина Евтушевская. АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженная артистка России Ольга Кузина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Автор сценария. Художник по костюмам. Продюсер. Актриса. Режиссер. Заслуженная артистка России Ренат Литвинов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ренат, поскольку все не поместились здесь, да, часть съемочной группы там, представьте их сами, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши замечательные художницы Таня и Наташа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Они были художницы на картине и делали все эти наши декорации в одном подвале. Вообще героические девочки. АПЛОДИСМЕНТЫ Регина Айрапетян, которая исполняла там большую роль. И Фарзон Чилипаев. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш актер. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а теперь рекомендуете вы смотреть зрителям Первого канала этот фильм или не рекомендуете? Дело в том, что этот фильм, он не насилует зрителя. Он сразу ясно и четко обозначает границы своей аудитории. И тот, кто пять минут его посмотрел и понял, что это не его фильм, он может сразу выключить телевизор и отойти. А тот, кто вошел в него, тот будет смотреть его с огромным интересом. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы не советовала смотреть этот фильм мужчинам и всем, кто ценит мужское начало в культуре. Потому что это такая совершенно женская история, совершенно самодостаточный женский мир, в котором мужчине остается только заплакать и застрелиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы рекомендовал смотреть этот фильм, потому что здесь искусство явно выступает против пошлости жизни. Это главная миссия искусства. В общем-то, этот фильм травматичен для капитализированного сознания, то, что взрыв социального табу на смерть. Но это хорошо, потому что обнажен цинизм по отношению к смерти в современном обществе, и это очень важно и значимо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я рекомендую смотреть это кино, поскольку считаю этот фильм Рената Литвиновой лучшим из тех, которые я видел. Это не только прощание в определенном смысле с прошлым, но и размышления о вечном. Этим он мне и ценен. АПЛОДИСМЕНТЫ Я рекомендую смотреть этот фильм всем тонким ценителям лоталитарного искусства, которые никогда не слышали о фамилии режиссера Ингмара Бергмана. А во всех остальных случаях смотреть этот фильм не стоит. Вот так вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я однозначно рекомендую к просмотру это произведение, потому как, по сути, это не фильм. Это выкрикнутый в пустоту бездонного колодца по Нигире к тоске по жизни. Это, если это называть фильмом, то только как документальные съемки глазами перерожденного. АПЛОДИСМЕНТЫ Невзирая на то, что после первичного просмотра ленты я переругалась с большей частью своих коллег и сейчас рискую быть отвергнутой профессиональным сообществом, тем не менее, я не рекомендую смотреть эту картину жизнелюбым, а также всем тем, кто привык при просмотре фильма погружаться в происходящее на экране целиком, в ожидании катарсиса, ибо вынарвнув на финальных титрах, их ждет, на мой взгляд, глубокое разочарование. АПЛОДИСМЕНТЫ Я рекомендую посмотреть этот фильм, потому что я считаю, что это самое позитивное, самое красивое кино о смерти. Если я и не рекомендую смотреть этот фильм, то только тем, кто не является поклонником современного женского неоязычества, где все герои Фауста Геоты из мужчин переделаны в женщин, где мы видим, что мужчины превращены в идолов, которые выполняют женские прихоти, они все одинаковые, они все памятники, и в нужный момент поднимают руки кверху. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Во-первых, это остроумно. АПЛОДИСМЕНТЫ Фенат, я рад, что мы подняли вам настроение перед просмотром фильма, а сейчас у вас есть редчайшая возможность, обычно такое не бывает у режиссеров, обратиться к аудитории до того, как они кино увидят. Я бы рекомендовала смотреть этот фильм, потому что он на самом деле очень веселый, и очень позитивный. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я хочу настроить аудиторию, чтобы она все-таки осталась на фильм и вернулась потом к обсуждению. Я не знаю, кино ли это. Ну, то есть сейчас так разрыты эти рамки, да, что кино, что не кино, непонятно. Но, если вы готовы, чтобы почти незнакомый человек два часа двадцать минут рассказывал вам свой сон. Час сорок. Вот я вас и поймал. Вот я вам покажутся, это я два двадцать так еще прикрасил, да, а вам покажутся, что два с половиной часа, да. Если вы готовы к такому труду, который не бесполезен совершенно, который, если и не изменит ваше представление о жизни или смерти, то хотя бы даст вам компетентность участвовать в дальнейшем обсуждении, то я настоятельнейшим образом рекомендую этот сон посмотреть. Первый канал, закрытый показ, фильм Рената Литвиновой, последняя сказка Риты. Прежде чем мы начнем разговор, кому посвящается кино? Ну, любимым людям, которые ушли. Я сейчас начну, как ни странно, с поэзии. Процитирую, не в полном объеме, строки из стихотворения Яна Гольцмана, уже покойного, ушедшего в тот мир, горячо любимого до сих пор там, да, человека, который за полгода до смерти написал следующее. Да разве я о смерти говорю, о жизни, что похоже на зарю, поскольку хороша и мимолетна об этом все поэмы и полотна. А дальше, выпуская два четверостишья, резюмирую, да, про смерть в разгаре жизни говорится. Есть еще один поэт, который говорил, не говори, чего не можешь знать, услышал я, узнаешь, содрогнешься. Тема, так или иначе, неприкасаемая, в том смысле, что ее касаются многие. Есть всего две вещи. две вещи, которые нас заботят. Это наша жизнь и наша смерть. Так первый вопрос. Это кино о жизни или о смерти? Это кино молодого человека о смерти, в том смысле, что ее не бывает, я не верю, что я умру. Или это кино зрелого человека, который говорит, я знаю, что умру, но это не страшно. Вот, давайте на эту тему сначала поразмышляем. Есть она смерть у Рената-то или ее нет? Мне кажется, что это не юное и не зрелое кино, мне кажется, что это детское кино. Мне кажется, в том смысле, как... В том смысле, бывает такая мысль, когда девочку кто-то обидел, она сидит в угле и думает, вот я умру, я буду лежать такая в красивом платье, таких в туфельках. Это вы и так реагируете. И вот это, и вот это на самом деле дает очень интересный эффект, потому что мы видим очень взрослых. Получается, что меня обидела смерть, что ли? И я обиделась на нее так? Нет же. Кстати, а что нет? Меня смерть точно обижает. Вовсе нет, наоборот. Видите, я к ней очень благоволю. Нет, Ринат, девчонок, и не в том смысле, что героиня маленькая девочка. Не в том смысле, что в отношении смерти мы все немножко маленькие дети. В том смысле, что она за пределами нашего опыта. И та зрелость, с которой мы приходим в каком-то моменту, она ничто перед этой пропастью. И в нас пробуждаются перед ней вот именно какие-то самые детские представления, самые наивные, может быть, и самые верные от этого, от своей наивности. Именно потому что смерть, она несоразмерна нашей зрелости. Насколько смерть является событием жизни? Если мы решим этот вопрос, тогда мы можем говорить о смерти или о жизни. Что здесь важно? Вот искусство традиционно, начиная с самых древнейших архаических пластов, пыталось визуализовать смерть. Но визуализация смерти в принципе невозможна, потому что есть определенные апофатические границы, определенные апофатические табу. Смерть изобразить нельзя. На смерть наложен фундаментальный запрет. Как на Бога, на музыку, на время, на нашу свободу. Но смерть – это самая непристижимая вещь. Но художник всегда стремится, более всего, потому что у него есть арсенал выразительных средств. Писатель стремится, философ стремится, музыкант стремится. Все ищущие люди стремятся к тому, чтобы показать смерть, осмыслить ее и понять. И вот в данном случае, мне кажется, явлена достаточно зрелая и смелая и полноценная для нашего кинематографа и современной культуры попытка экстенциальной визуализации смерти. Здесь две смерти вообще, в этом фильме две смерти. С одной стороны, есть, вот может быть, такой романтический… Одна несостоявшаяся. Несостоявшаяся. Такое романтическое представление автора желания приручить о домашней смерти. Потому что злой смерть это в культуре синонимы от тархоидческих времен. И вдруг здесь смерть это прекрасная дама, которая воплощает в себе одновременно трелика. Она добрая, прекрасная и мудрая, и она справедливая еще. И ужасная. Нет, она не ужасная. Почему? Когда я себя отождествляю с харьком, замри, отомри, она ужасная. Ну, возможно, возможно, но это попытка приручить смерть. А экстенциальный мотив здесь появляется тогда, поскольку смерть показана неоднопланово. И фильм был бы одномерным и банальным, если бы была показана только романтизация домашней смерти, приручение ее. Здесь есть то, что называется некроэстетической визуализацией умершего тела. И сделано это, так сказать, потрясающе глубоко и шокирующе, потому что экспонирование умершего человека пробуждает в человеке экстенциальную рефлексию. То есть он один на один брошен в лоб. И что произойдет с ним? Здесь никакой дидактики идет разрыв сознания. Он сделает сам для себя какие-то определенные духовные нравственные выводы. И это в фильме есть, и этого в фильме много. Мертвое тело и бычок погружаемый в него, вещи несомместные. А это другая тема, это тема цинизма. Это циническое отношение к обществу. Это третий пласт, это уже социальная значимость. Может, я просто в ате скажу, я же не киновед, не критик, но по мне кино не о жизни точно. Там жизни нет. Там есть некая совковая какая-то больница, нехорошее поведение людей. Жизни нет. Я этих людей, которые живут там, не знаю. В том числе и героина, которая умирает в конце. Я ее не знаю. Я не вижу эмоций, не знаю, что это за люди. Я их не чувствую. То есть вы не отождествляете. Я не их полюбил. Не мог полюбить. И это не о смерти. Нас вводят к этой смерти разными путями, но нас не доводят. И нам не рассказывают, что это за смерть. А почему мы не должны бояться? Почему мы должны ее любить? Почему мы не должны бояться за жизнь героини, которая умерла, но Коля пока это не знает? Почему? Почему? Здесь задается слишком много вопросов. Вы нам не отвечаете. Я не знаю, о чем кино. И выходит, что есть стилистика, есть реплики отдельные, музыка шикарная, фантазия похвальна, а ваши необычные мысления я поклоняюсь. Это здорово. Но я не знаю, о чем кино. Господи, учите меня чему-нибудь. Скажите мне то, чему я не знаю. Об общей стилистике... Это самый главный философский вопрос. И эта графа, она всегда пустая. Я просто в нее вношу свое слово. Но может быть, я тоже задаю этот вопрос. Может быть. Тогда надо ее задавать более острой, более понятной. Я же не знаю ответа, я же там не была. Просто мне нравится ваша стилистика, но я смотрел кино три раза, и каждый раз у меня было чувство немножко пустоты, чего-то не хватало. Хотя стилистик мне нравится, есть прикольные моменты, есть много неуклюжий момент, и надо было больше дубль, который меня выводит из этой сказки. У нас был очень маленький пюджет. Я понимаю. Можно держаться. Нет, я... Вы знаете, я немножко знаю, как складывается бюджет фильма о том, что был маленький, догадаться можно только по хорьку. Насколько чучело отличается от живого. Вот и все. Все остальное было сделано в этом смысле безукоризненно. Александр, можно ли я ответить на вопрос? На самом деле здесь, на мой взгляд, все очень просто. Это кино не о жизни и не о смерти, это кино о любви. Дело в том, что если красота в глазах смотрящего, то смерть выявляется всегда только в глазах скорбящего. И это так и есть. Смерти самой по себе не существует. Это явление, выражающееся только в отношении других людей. Вы знаете, сказать, что кино не о смерти, а о любви, значит ничего не сказать. Потому что любое кино о любви и смерти. Нет, оно только о любви. Оно о любви всепоплощающей. О любви к кому? О любви, которая сильнее, чем смерть. Саша, а можно уже говорить? Вы вот только что говорите о чем. Мне сразу Пушкин вспомнился. Помните, Сальери говорит, музыку я разъял как труп. Поверил я алгеброй, гармонию. Мы все тут пытаемся поверить алгеброй, гармонию. И на самом деле спорт, насколько я понимаю, простите меня, о том, как воспринимать искусство. Понимать или почувствовать. Вот Бетховен говорил, что надо вначале почувствовать, потом полюбить и только потом пытаться понять. Вот то, что для меня лично. У меня ощущение, что многие вообще, это как-то принято. В концерте, когда сидишь, я почему, простите, что я все время с музыкой сравниваю, но вот уже последний звук отзвучал, музыканты еще не ушли, а все бегут в метро. То же самое с кино происходит. Никто не дослушивает и не дочитывает титров, и не дослушивает слов. Отношения к смерти высказаны в последней фразе, исполняемой голосом Земфиры, для меня, по крайней мере. Я в твоих руках засну и не проснусь. Я знаю как, я помню наизусть. Потому что, рождаясь, мы уже где-то, каким-то, называйте это как угодно, я не буддист, но может быть, мы уже имеем опыт смерти, родившись. Вы понимаете, вот что, у меня такое ощущение, что мы, родившись, родители, подарив нам жизнь, не хотят об этом говорить, но они же дарят нам и смерть. Слушайте, мы все интеллигентные люди, мы очень любим поговорить. Я повторяю свой вопрос. Что? Изначально задание. Боится ли Рената смерти? Да. Я думаю, что она хочет, мы часто об этом говорили, договорились с ней, что если как-то у нас это произойдет у кого-то раньше или позже, мы позаботимся, чтобы быть в этот момент, чтобы выглядеть, выглядеть достойно. Чтобы не страшненький. Мы об этом часто с ней говорим. Если как-то так, чтобы в старости выглядеть достойно. Кстати, зачем вы открываете все тайны? Вот это было самое ужасное. На самом деле, при просмотре фильма самая ужасная мысль была, господи, ну неужели и там за гробом снова каблуки и красятся с утра, чтобы выглядеть хорошо. Это вы про меня или про себя? Нет, я про себя, я про свое восприятие фильма. Вы же без каблуков. Сейчас прозвучало. После смерти, до ухода в небытие, бренному телу выглядеть достойно, договорились подруги, которые работали над этим фильмом. Это не предел цинизма по отношению к смерти. Это шутка. Если есть социальная значимость на самом деле этой картины, самая огромная ее роль, это вот этот самый цинизм, это случай, не придуманный Ренатой, это случай подсмотренный, это случай реальный из жизни, вот с этим округом. Ренат, можно подробнее, подробнее говорить? А, ну вообще, я не скрываю, что я дочь врачей, и на самом деле этот случай был в реальности, это даже была какая-то практика одного патолога, Анатолу, который любил покурить и зашить бычок в теле человека, которого он вскрывал. Простите, Александр Гарьевич, да это действительно, это был такой шик. У меня приятель работал вот в морге больницы, он говорил, что это был просто шик такой, вот именно вот так швырнуть. По моему мнению, этот фильм не имеет отношения ни к жизни, ни к смерти, и даже к любви, потому что в любви там практически ничего нет. По поводу смерти ничего нет, кроме мы видим человека в больнице и то, как гроб медленно куда-то уходит. Это обычное состояние, потому что людям свойственно украшать умершего человека и в таком виде отправлять его на тот свет, то есть я имею в виду тело отправлять, да? Это обычное дело. Здесь же украшение символа смерти, носителя смерти. Чего же боится тогда Рената Литвинова? Не смерти, как ни странно, потому что, еще раз говорю, смерти тут никакой нет, а разлуки. Вот потеря для нее самая страшная, и это мы видим в течение всего этого фильма, и даже этот фильм кому-то посвящен. Это говорит о том, что без обид, о некотором еще не состоявшемся ощущении мира. Не созревшем. Не созревшем. Не то, что не созревшем, а не состоявшемся еще, потому что идет большой поиск. Знаете, примитивно, это можно было сказать, некое безверие в то, что после смерти есть какое-то продолжение. Хотя в фильме мы видим, что продолжение какое-то есть. Что это значит? Когда говорят, человек скончался, то есть, есть слово конец, корень имеет тот же, что в слове исконный, то есть, изначально. В языке заложено понятие, что скончавшийся человек видоизменился, он не исчез совсем. То есть, понятие смерти в языке как бы отсутствует как таковое. И здесь страдания человека, который еще пока этого не почувствовал. К моему колоссальному сожалению, смерти, разговоры о смерти это вообще тенденция и тренд сегодняшнего российского кинематографа. Вот если пересмотреть там большое количество фильмов, которые вышли в 2012 году, половина из них так или иначе посвящены смерти. В данном случае, вот на мой взгляд, как зрителя, смрадное дыхание смерти накрывает меня с первой секунды, потому что вся вот эта эстетика и киноязык, которым Рината мастерски наполняет каждый кадр, он говорит мне о том, что это живые мертвецы. И умирать, глядя этот фильм, мне не жалко, потому что жить не хочется. Вот глядя на экран, мне жить не хочется. И смерть в данном случае является продолжением вот этой безрадостной жизни, в которой жизни как таковой нет. Какая-то глупость. Это мой критерий взгляд. Извините. Знаете, так хочется уже давно что-то сказать. Я бы, знаете, что бы хотела отметить, что, например, конкретно для меня в этом фильме показалась очень интересная мысль, то, что со смертью можно установить какие-то конкретные персональные личные отношения. Договориться. Договориться, представляете? Я бы хотела договориться со своей смертью. Отличная идея. Флаг вам в руки. Прекрасно. Я попробую, кстати. Это, кстати, кризис поддержана очень сильно. Это и есть циничное отношение к смерти. И вот такой вариант вполне, мне кажется, может... То есть для вас фильм «Утешение». То есть те ответы, которые вы не можете найти в лоне церкви или у психолога, всегда рассуждали о смерти. Рассуждали и пытались найти не очень пугающие ответы. Все религии так или иначе эти ответы нашли. Они преподносят их вам в готовом виде. Они дают вам кодекс поведения, который вас обезопасит в случае вашей смерти в том или ином мире. Если вы не принимаете эти ответы готовыми, если вы продолжаете эти ответы искать самостоятельно, если вы так или иначе настаиваете на собственной интерпретации смерти, то, на мой взгляд, по отношению к религии, к культуре, к обществу, это и есть циничное отношение к смерти, как к домашнему животному, которое может замереть и отмереть по нашему желанию. Если не циничное, то крайне легкомысленное. Александр Галич, мне кажется, что вы как-то странно определяете слово цинизм. Я вот как грубо, дидактично, это в брюшную полость окурок бросить. Это хамство, это не цинизм. Может быть, я циничу, по-вашему? Есть же в культуре понятия, есть же в культуре, в нашей христианской некое представление о непостыдной смерти. Более того, целью человеческой жизни в значительной степени формулируется, как достижение состояния душевного, духовного, в котором смерть будет непостыдна. Как этого достигать? Это действительно большой трагический вопрос для каждого человека, но мне кажется, что он снимается вот этой желтым платьем и бутылкой шампанского. Вот можно ли сказать, что вот эта женщина, у которой так много всего в жизни, в судьбе, что мы читаем на ее лице, в ее маяте, что вот она родилась, прожила свою жизнь, была любима, любила для того, чтобы в последний момент выпить бутылку шампанского и посмотреть на женщину в желтом платье. Это ли венец жизни? А чем плохо? Это знаете, как в фильме «Не горю», когда человек устраивает по себе поминки. Это мужественное отношение к смерти. Почему бы и нет? Это касается даже к фильму, потому что вы такие рассуждения абстрактные все говорите. Я не очень понимаю, как это связано все с кино. Там в фильме есть замечательный персонаж, которого нет на экране, но есть его действия. Они транслируются через этот приемник, заимствованное французского кинематографа, но не важно. В этом приемнике передается о том, как разрушены порталы смерти и разрушает это бывший мэр Москвы. Из чего я сделал вывод, что бывший мэр Москвы борец со смертью. Если бы он разрушил все порталы, у нас было бы без смерти. Но ему не дали. Не позволили этому прекрасному человеку дать доделать. Либералы не дали, потому что они любят смерть больше, чем жизнь. Правильно. Мотивы Архнадзора там присутствуют, конечно, в этом кинотеатре. Да, потому что мы брали списки у Архнадзора снесенных зданий. Варварски снесенные. Да. Хорошо. Смотрите, до чего мы договорились. Конечно, не до чего, потому что я заранее знал, что это обсуждение невозможно. Давайте считать, что мы просто собрались. Хорошие, милые люди. У каждого есть своя точка зрения. И я дам вам каждому возможность эту точку зрения высказать. А все-таки я хотел бы вернуться к ткани, к конве, к тому, что происходит в этом действии, в этом зрелище. Называть это фильмом или нет, я не знаю, а происходит там иногда очень парадоксальные вещи. И мне очень интересно именно от автора услышать ответ на простой вопрос. Почему так, а не иначе? Почему последняя сказка Риты, а не последняя песня Коли? Или почему не последний танк Васи? Увидимся. Первый канал «Закрытый показ». Фильм Ринаты Литвиновой «Последняя сказка Риты». И прежде чем я выясню, почему это последняя, почему это сказка, почему Риты, я настаиваю на своем определении, что в фильме есть осознанная, авторская необязательность. Чего хочу сейчас, то и ворочу. Что порождает мгновенно необязательность зрителя. Но ворочи я-то тут при чем? По одной простой причине. Смерть всегда индивидуальна. Восприятие смерти и умирание всегда индивидуальны. Бабушка моя умирала, любила меня больше всех на свете. Вот просто обожала меня. И я, когда, ну я вижу, что она, ну там, несколько инсультов подряд. Я говорю, бабуль, вот я там, у меня ребенок родился, она смотрела на меня совершенно ясно, Сашенька, мне до себя. Вот эта фраза, мне до себя, это предсмертная фраза каждого человека. Но искусство, особенно такое несовершенное, особенно такое неискусство, как кинематограф, это всегда обращение к некой аудитории, это всегда оперирование некими архетипами, это всегда вызывание вызывание некого узнавания и через него либо смех, либо сочувствие. Я не могу никак отнестись к вашему фильму, тем более судить его, потому что я не увидел в наборе тех кадров, которые вы мне показывали, в этом эстетическом бардаке, извините, в этом отказе от от публичного высказывания никаких законов, по которым я мог бы к этому отнестись, я не увидел. Там есть потрясающее провидение, потрясающее провидение там есть в этом фильме, между прочим. совершенно уникальное. Был такой философ Николай Федоров, который был внебрачным сыном князя Гагарина. У вас есть о чем поговорить. Значит, и его последовательными были и Достоевский, и Владимир Соловьев, и Толстой, и многие другие. И Циолковский с Королевым. Не забывайте об этом. Молодой Королев тоже прекрасно знал его. Королев выбрал Гагарина. Гагарин в виде идола и памятника улыбается в конце фильма и показывает нам, что философия общего дела, которую Федоров проповедовал, а именно воскрешение всех умерших на планете Земля в их телах через их, через клетки памяти мозга человека, что совершенно возможно, а это является общим делом, на который направлен смысл всего человечества. это потрясающее ощущение того, что есть в этом фильме. Страх перед разлукой и абсолютное желание вернуть все назад. Это что-то не совсем доделанное с точки зрения многих религий мира, но это особый взгляд, который здесь вдруг в виде фамилии Гагарина и памятника ему улыбающегося вдруг возникает. Можно я задам совершенно крамольный вопрос? Интуитивное открытие. Крамольный вопрос автора. Это интуитивное открытие или сознательное? Это интуитивное открытие. Интуитивное. То есть вы не знали, что Циолковский был последователем Федорова только потому, что если все живые, мертвые воскреснут в твоих живых телах, то их где-то надо будет расселять. Нет, я знаю. Для того, чтобы их расселить, нужно было завоевать другие миры и другие планеты. Я не знала об этой связи. С помощью Гагарина. Да, да, да. Тем ценнее, что у автора было интуитивное ощущение, потому что я получил ответ на свой вопрос. Конечно же, появление фигуры Гагарина очень-очень симптоматично. Потому что в фильме, вы смотрите, нет религиозной символики, нет религиозной атрибутики как таковой. И видите, фигура Гагарина, она, конечно же, первая ассоциация, первая аллюзия это на Федорова, на философию русского космизма. Это, так сказать, бесспорно. Но, понимаете, философия русского космизма это такая интереснейшая штука. Это как бы такая стекулярная и даже сверхлигиозная вера русского народа, в которой он выражает свои наиболее потаенные глубинные чаяния на размыкание депрессивной наличной ужасной ситуации. Сложно сказать, материалистично оно или мистично. Здесь, скорее, какая-то, так сказать, очень интересная смесь. И то, что автор выбирает этот символ, этот архетип, который он уже, так сказать, давно интуитивно, интуитивно, это творческий акт, он интуитивно к нему приходит. Значит, он начепывает на то, что сейчас то время, и вот я хочу сказать Олегу Николаевичу Толстому, о котором мы говорили, тоже не случайно. То есть, с одной стороны, Гагарин, это светлая такая перспектива на размыкание той ситуации, в которой, например, уже современная религия не работает, она не помогает человеку. То есть, он столкнулся с ужасом, с металлитической бездной существования, и существующие 22 года после распада Советского Союза религия не может так удовлетворить духовное искание современного человека, и режиссер это чувствует. Он это чувствует, ищет какие-то новые средства духовного возрождения. Проповедует неоязычество. Об этом в самом начале неоязычество. Вы знаете, что вот вы наверняка, я думаю, что здесь корни в другом. Вспомните акции группы «Война», когда они Гагарина отправили в космос. Помните? Это было очень строго спланировано, и не знаю, как они это сделали. Они отключили освещение памятника, и с помощью лазерных установок, которые не до этого установили, заново отправили Гагарина в космос. Памятник улетел на глазах у всех. Лети! 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 Это тренд. Что такое тренд? Тренд – это некое движение общества в отсутствии ориентиров. Куда ветерок подул, туда мы и понеслись. А если он руки поднял вверх, то он летит-то в обратную сторону, получается? Проваливается? Да, типа туда. Мне очень понравилась ваша фраза о том, что Гагарин – это тренд. На самом деле, в данном случае, мне, лично мне, это мое абсолютно субъективное мнение, Гагарин, эта статуя Гагарина, Стелла, очень напомнила статую Христа в Рио-де-Жанейро. Но Иисус Христос сейчас такой же тренд. На самом деле, этот тренд был и будет всегда, потому что каждый ищет спасителя для себя. И в фильме Ренаты, Рената находит спасителя в самой себе. Это главная цель человека – найти в себе спасителя, на мой взгляд. Знаете, когда Блок написал «12» и был рад, так же, как Пушкин, который воскликнул Айда Пушкин, Айда Сукин сын, Блок написал «Сегодня я гений». Потом, оправдываясь дико, он сказал, что он поставил во главе этих «12» Христа, потому что, ну, не Ленина же ставить. Тогда этот тренд был нисходящим. Сейчас, если бы он сделал гимнастику, этот персонаж, сначала поднял руки, а потом развел, ничего бы не изменилось. Мы бы сейчас обсуждали, ах, как это здорово, от космизма русского, Федоровского, да, к христианству всеобъемлющему, чуть ли не вот, это, да. Могло бы дать дать душе седу? Могло бы дать душе седу? Могло бы дать душе седу? могло бы дать душе седу. Я говорю, вот это необязательность символики, это непрочитываемость языка. Она прочитывает. Вот, простите, пожалуйста, Александр Гарьевич, можно я вам немножко хорошо... А мог развести? Ничего бы не изменилось. Нет, не мог. Что значит мог? Это было бы пошло? Это же кошмар, если вы не видите разницы в этом и в этом. Вы знаете, с моей точки зрения, то, что он поднимает руки, это большая пошлость, чем если бы он их развел в сторону. Можно я вам возражу? Простите, Бога ради. Значит, вам объяснили, что Гагарин был послан в космос в соответствии, как это неудивительно, с планом Федорова о воскресении мертвых. Федорова Гагарина. Федорова Гагарина, к тому же. В немалой степени выбор фамилии первого космонавта у Королева был наверняка связан с тем, что он знал, что Федоров это внебрачный сын князя Гагарина. То есть появление человека, который преодолевать, должен преодолеть смерть в конце фильма о смерти, о преодолении смерти, это же, она же попадает в тему фильма. Я считаю, что Гагарин это просто бред расстроенного, пьяного человека, который увидел фейк в окне. Потому что искусство кино, оно издревле, вот как оно образовалось, оно, у них сразу возникло два языка. Безусловный, это Люмьер, и условный, это Мельез. Здесь абсолютно условная, фейковая статуя, которая стоит на другой площади. Такого дома нет. Это бред, это ведение главного героя, который переживает потерю близкой... Или недостаток бюджета. А это одно и то же. А можно к вам обратиться? Про Земфиру сейчас несколько слов. Вы специалист по Земфире в той или иной степени. Главное, о песне в фильме, которая звучит в начале, не в конце, а в начале. Не могу повторить ее точно, поскольку один раз смотрел кино, но посыл ее очень хорошо запомнил. Не говорите, слушайте, слушайте. Не надо со мной разговаривать. Не надо со мной разговаривать и слушать. Вы обязательно что-то разрушите. Это про вас. Да. Опасная женщина. К Земфире все-таки. Насколько органична здесь... Говоря про органику. Насколько органична здесь, забыв о том, чтобы было, ну, какие-то отношения до этого, за пределами фильма. Я не знаю. Насколько здесь, вот в этом контексте, по-вашему, Земфира органична? На мой взгляд, она абсолютно органична. И больше того, это одна из тех составляющих, без которых фильм в полном виде я представить себе не могу никак. Земфира в своем творчестве в этом фильме предстает совершенно уникальной даже в сравнении с самой собой несколькими годами раньше. Творчество ее, которое проходит в этом фильме и через обе песни, и через ее музыкальные темы, которые идут в снах, в сценах и так далее. Особенно мне понравилась первая музыкальная тема. Знаете, она делала даже саундтрек снов, потому что все эти звуки оркестра, все эти голоса, это все дело, она как музыкальную фонограмму. Мне показалось, что своей работой в этом фильме она поднялась на новую ступень профессионального своего авторитета, так скажем, и роста, поскольку она не стоит на месте. Творчество ее, к сожалению, мы не так часто встречаем, как это было прежде, но тем не менее это человек, который растет. И в этом фильме она предстает как раз соавтором фильма. И без ее творчества представить фильм в полном объеме я не могу. Я согласен. Я давно тяну руку. Можно я скажу? Во-первых, русский человек задним, российский человек задним умом крепок, и когда вы говорили о необязательности символов и неопрочитываемости их, я вдруг понял, что вы не правы, потому что самый потрясающий и самый сильный символ этого фильма это появляющийся в оскорбительной короне из недотушенных окурков умершая главная героиня, после которой становится ясно, что другая главная героиня, иначе как тыкнуть в живот зажженные папиросы патологоанатому не может. Вот этот кощунственный образ, он бьет очень сильно. А в чем он кощунственный? Ну, вы знаете... Умерла от рака легких, много курила. Нет, вот... Вот, на секунду. Давайте воспримем это так. Она умерла от рака легких, потому что много курила. Ну, вот вы сейчас говорите как циник. Почему как циник? Я буквально воспринимаю то, что мне показывают. Я наивный зритель. Она пришла мертвая в короне из-за этих, да. Это отвратительно и страшно. От того, что много курила. Это отвратительно. Она умерла от рака. Нет, там сигареты являются чудовищным символом на протяжении всего фильма. Это понятно. То есть нам показано на самом деле... Клеющий фаллос. Это первое. Борьба курящих людей с не курящими. Маленький клеющий фаллос. Это один вопрос. Это чеховское ружье, которое выстрелило, конечно. Я не имею права так интерпретировать это. Вы дали мне право интерпретировать ваши символы. Не образы, а символы. Почему? Я хочу. Сигарета это маленький тлеющий фаллос. Была бы сигара, был бы большой тлеющий фаллос. Пожалуйста, это вот вы сейчас... Если бы вы обрезали сигару в кадре, это было бы обрезание некий обряд. Нет, было бы... Если бы зашивали туда, извините, не... А целую сигару погружали, я бы сказал, нет, это переход в другой жизнь. Она сажает новое зерно. В брежневское время. Понимаете, вот это необязательность в символике. Почему не обязательность? Отсутствие языка заставляет меня придумывать то, что вы не сказали. Люди сидели на кухне в брежневское время и говорили так. Свеча, есть понятие свеча, когда сжигается свеча, мир сразу... Вы начинаете контактировать с небом. То же самое говорят, как говорится, на Востоке. Зажигается палочка, начинает тлеть, и вы говорите с небом. Тлеющая сигарета на кухне, когда говорят, давай закурим и поговорим. Люди закуривают, и вдруг разговор пошел по-другому. Я не пропагандирую курение, поймите, да? Сигарета иногда символизирует собой контакт. Иногда. Иногда. В данном случае, в этом фильме... Вот я так понимаю... Смотрите, вот, смотри, 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 смотри. Вы сейчас заговорили о кухне 80-х. А место политического кукиша в кармане. Так вот это эстетический кукиш в кармане. Когда ничего вслух сказать не хочется, не можется, или с точки зрения автора нельзя. Поэтому кукиш помещается в карманы. А смотри-ка, у меня там есть, знаешь, что? О-о-о, это мы про что говорим сейчас? Догадаешься хорошо, не догадаешься? Да, много странных намеков, да. А можно еще один вопрос? Вы знаете, я однажды читал и был поражен одним высказыванием Тарковского. Его спросили, является киноискусством? Он сказал, нет. Нет, потому что снимать кино очень трудно. Трудно финансово, трудно технически. Вот в тот момент, когда чуть ли не любой человек сможет снимать кино так же легко, как писать, в тот момент, когда появятся кинематографические и графоманы, тогда кино и станет искусством. Я беру себя в союзники Андрея Тарковского. Вот сейчас, вот ровно сейчас, ровно сейчас. Ровно сейчас после рекламы о великой мечте Алексея Максимовича Горького, чтобы каждый человек, который живет в Великом Советском Союзе, хоть раз в жизни написал книжку, мы и поговорим. Первый канал, закрытый показ, фильм Рената Литвиновой, последний сказ перед. Аудитория, я имею в виду простых людей, тех, кто смотрел кино и готов высказаться по поводу фильма, а главное, по поводу того, что мы здесь нагородили. Уже. Пожалуйста. Как вас зовут, сколько вам лет и вперед. Здравствуйте, меня зовут Юля, мне 18 лет, я студентка. Ну, я хотела сказать, что фильм, я думаю, удался хотя бы потому, что такие бурные обсуждения. Вы про себя говорите. Что касается меня, он задел, я смотрела его два раза, со второго раза я абсолютно точно поняла, что мне нравится. Что? Мне нравится детальность. Вот фильм, как будто художник рисовал так деталями, а потом нарисовалась общая картина, которая в конце представляется и очень нравится. И нравится, я не знаю, мне кажется, этот фильм правда надо чувствовать, потому что вот если начать объяснять, то ни к чему, мне вообще кажется, что этот фильм не нужно обсуждать, его нужно чувствовать. Я с вами абсолютно согласен. Но у нас работа такая. Здравствуйте, меня зовут Елена, я работаю специалистом в банке, такая очень приземленная специальность. Я смотрела ваш фильм дважды, в Москве и в Петербурге. Оба раза зал был полный, и со мной рядом сидели люди, которые цитировали, я думаю, что они вообще не второй раз, а уже пятый какой-то идут. Я посоветовала бы многим, пока такая возможность есть, посмотреть его на большом экране, проникнуться, потому что, когда я смотрела фильм первый раз, я вышла, и целый день я находилась в таком состоянии, что я еще не вышла из этого фильма. Действительно, в общем, прониклась. Спасибо. Спасибо вам. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Максим. Я хочу сказать о том, о чем еще не говорили, о жанре фильма. Жанр заявлен уже в названии, то есть сказка. Но в сказке всегда есть борьба добра со злом. Но в этом фильме я не увидел как такого борьбы, потому что я не увидел зла представленного. То есть смерть, которая обычно представляет зло, ее, она как бы светлый образ. То есть, может быть, наоборот, жизнь – зло, а смерть – добро. Нет, но в фильме это как бы не показано. Я этого не увидел лично. Мне кажется, зло представлено в образе, наверное, патологоанатома, а вот добро… Добро, наверное, тоже как смерть можно назвать добром в этом фильме, потому что она дает какое-то избавление от серости жизни, которая представлена в этом фильме. То есть это фильм «Самоубийца»? Возможно. Спасибо. Меня зовут Дмитрий, мне 26 лет. Вы знаете, я шел, когда в кинотеатр, я как раз надеялся, что мне приоткроется немножко ваш мир, и я как раз увижу настоящее авторское кино в противовес вот тому массовому, что есть сейчас у нас на экранах, сериалы и так далее. То есть хотелось увидеть что-то именно авторское, и благодаря тому, что вот вы снимали… Я понимаю, что вы не увидели. Можете даже не заканчивать. Хорошо. Но я могу вам сказать следующее, что, на мой взгляд, последняя сказка Риты получилась «Сказка совсем не для меня». На мой взгляд, вы как режиссер и как актриса принципиально ничего нового не привнесли в фильм. То есть многие именно стилистические вещи мы видели в «Богине», мы видели в ваших других работах как актрисы. Я их снимала. И у меня в связи с этим, пользуясь случаем, есть к вам один вопрос. Хотите ли вы, или точнее можете ли вы отойти от кино, которое я бы назвал вариацией на тему «Неземная девушка»? Нет. Мой ответ. Спасибо. Много о смерти говорили. Да, Фархад Ильясов. Вы как-то, как ученый, к этой проблеме подходили? Да. Ну, мне кажется, что любой человек боится смерти. Но если не смерти, то, как говорил Маркес, то процесс умирания. И всегда, когда художник или философ обращается к проблеме смерти, конечно, это отражение его страха смерти и желание себя или примирить со смертью, или объяснить, что смерти нет. Ну, примерно, или почти 200 лет назад философ Артур Шопенгауэр написал работу, которая примерно можно перевести «Смерть и ее соотношение с бессмертием». Это примерно 50 страниц текста. Эмоционально это практически сценарий фильма Рената Литвиновой. Вот те же самые эмоции. И ключевая фраза в этой его работе это «Смерть – это пробуждение после страшного кошмара». Да, да. И здесь, ну, как мне кажется, Рената использовала такой древний архетип мифологический. Это то, что вот был образ Харона в древнегреческой мифологии или в древнем Египте Инпу. Ну, может быть, помнят его изображение. Это Бог, который перемещал отсюда, ну, в царство смерти. Он так, ну, мужчина с охристым телом и головой шакала. И, ну, Харон – это вот, как в виде мужчины с рубищем там, ну, он перевозил на лодке. Вот. То есть всегда мужчина в этой мифологии. В нашей версии – это женщина. Ну, и основная идея фильма – это то, что образ Ренаты – это образ Харона, который, значит, вот, осуществляет эту процедуру перевода из этого царства. Харона сострадающего. Ну, вот, не столько сострадающего, это психотерапия. А вот, ну, если представить в реальности, что вот, например, там меня будет сопровождать, ну, такое, Рената на тот свет, и вот все так будет сопроводить. И согласны, да? Там все такое прочее, рассуждение о морали, ну, мне будет умирать легче. Безусловно. Про шампанское не забудьте, про шампанское. Сколько людей, столько мнений, но есть мнение, безусловно, и неприкасаемое. Это мнение журнала «Сеанс». Давайте посмотрим на экран. Блестящий драматург, непревзойденная актриса и отважный режиссер. Она ворвалась в наше кино просто и по-свойски, как будто прилетела из другого мира, чтобы поставить этой планете ноль, но все же по какой-то прихоти остаться здесь навсегда. Неземная, несравненная, божественная. Рената Литвинова. Противопоставив себя будничной реальности, она скроила свой образ поликалом фабрики грез, превратила себя в женщину-мечту, ту, о которой мечтают модельеры и ювелиры, ту, которую должны предпочитать джентльмены, хотя есть ли они в наше скудное на красоту время. Почти все ее героини меланхолические и самоуглубленные до фарса красавицы, существа не от мира сего, шествующие рука об руку со смертью, призванные своим существованием прежде всего убивать некрасивость жалкой жизни, даже в образе вагоновожатой или буфетчицы, или офицерской жены. И потому неудивительно, что их интонация это интонация полного и окончательного одиночества. Удивительно другое, то, что именно этот чуждый социальной реальности напевный голос с протяжными, вкратчиво удивленными интонациями заставил миллионы слушать себя в пору глобальных житейских катастроф. Пока реальность суетилась по мелочам, героини Литвиновой бесстрашно забирались в мистические дебри, чтобы сказать о большем, о жизни, о смерти, о любви, навязывая смутному и равнодушному времени удивительные художественные вымыслы и недоумевая над тем, что кажется привычным и понятным. Толпы людей, как толпы звезд. Это уязвимая и в чем-то раздражающая позиция, но только так и можно понять что-то действительно важное. В последней сказке Риты Литвинова режиссер продолжает свое отважное путешествие, начатое в богине. Путешествие по ту сторону. И если в том фильме она покидала мир живых, теперь она в него возвращается. Возвращается, чтобы проверить, не слишком ли тут все запущено, не разрушены ли все красивые здания, не свирепствуют ли пошлость и банальность, остались ли еще в мире хорошие души и место для любви. Судя по всему, остались. Не все еще потеряно. Что ж, спасибо ей за такую лесную оценку. Я обращаюсь сейчас ко всем членам съемочной группы. Как вы отнеслись к тому, что здесь говорилось? Давайте с Николая и начнем. Фильм о любви мне показалось все-таки, особенно учитывая, что я в нем снимался и сами съемки были как-то пропитаны какой-то вот такой эмоцией. Вот. Дальше, что я еще хотел сказать? Мы все говорили тут о смерти в процессе, как я слышал об этом эти все дискуссии. Хотелось сказать, что смерть, она тоже существует лишь для того, чтобы мы задумались о жизни, в принципе, о смысле жизни. Вот почему смерть волнует художников, философов и так далее, что, во-первых, необъяснимо и невозможно доказать, как бесконечность, что такое бесконечность, понять человек не может мозгом. Также и смерть не может понять. Отсюда начинает задумываться о том, как он живет, в чем смысл жизни. И все фильмы, которые хоть как-то затрагивают эту тему, они уже изначально мне интересны. Дальше я уже рассматриваю с точки зрения, насколько они удались, погружают ли они в ту атмосферу после просмотра, побывав, в которой я выхожу и как-то приближаюсь к чему-то или удаляюсь это все. Но как бы она у меня погружает туда или не погружает. В двух словах у меня такое сложилось в итоге высказывание. Спасибо. Мне было очень интересно, когда я пришла сниматься в эту картину. Я сценарий не читала, мне Рената интересна всегда была. И из этого разговора я поняла, что Рената сделала отдельную, интересную, непримитивную картину. и она ее сделала так, как она ее может. Это интереснейшее высказывание, которое надо ценить, его искренность и одаренность. Поэтому мне кажется, что неплохо, что мы пришли сюда. Это было не зря. люди, которые говорят и судят картину, никогда не могут быть услышаны и поняты до конца, потому что у меня совершенно по-другому работают рецепторы восприятия, боли, отторжения. Я занимаюсь хосписами. Это моя очень наболевшая тема. Смерть вижу каждый день, как люди уходят, как они умирают. Самое важное в моей жизни это не быть брошенным финалом, потому что очень страшно. В конце страшно, уходить страшно. Вы когда говорили про цинизм, вы не представляете, как цинично относятся близкие люди к уходящим, своим родным. Закрывают их умерших, окоченелых в квартирах, придавливая дверь мешком с картошки и даже не знают, что они умерли. Просто вызывают хосписную службу, заберите в хоспис и не знают, что у них человек уже давно окочурился. Поэтому спасибо всем за эту встречу. Мне показалось, что мы победили. Хочу закончить такую маленькую темочку с шампанским. Не надо гламурить этот напиток, потому что Антон Палчехов, вспомните, что он сделал перед смертью. Он попросил налить ему в граненный бокал немножко шампанского. Он попросил налить себе шампанского. Это известный факт. Поэтому, видимо, перед смертью захочется выпить, Саша, в компании с такой, как Рената или без... Я шампанское не пью, но знаю, что захочется. Ну, а вдруг? Я снова хочу вернуться к тому, что я уже здесь говорила. Постарайтесь не копаться, а просто посмотреть, потому что по профессии профессиональных артистов, хороших артистов в хороших вузах учат играть не слова, а играть под текст, атмосферу. И Рильке писал, слушайте тишину, она окружает вещи. Послушайте атмосферу этого кино, вы поймете, что оно не случайное. Поэтому, в общем, мне тоже кажется, что мы здесь выступили достойно, Ренат, правда. Спасибо. Благодарю. Я тоже благодарю всех за то, что пришли, и мне спасибо за то, что я пришла и посидела. Я бы хотела попросить, чтобы если есть возможность, чтобы люди посмотрели эту картину. Мне она понравилась очень. Труда в нее вложено очень много, и я считаю эту картину настоящим произведением искусства. Спасибо еще раз. Спасибо. Альбина, пожалуйста. Мне кажется, этот фильм замечательный, потому что Рената здесь с эстетических позиций красоты раскрыла душевный мир женщины. Я хочу сказать, что в моем представлении, в представлении моей семьи Рената является гением 21 века, потому что она достигла сияющих вершин в нескольких областях. Она писатель. Мы зачитываемся ее книгой обладать и принадлежать. Мы восхищаемся, как она исполняет роль вишнем в саду Реневской. Затем она замечательный дизайнер. Какая привлекательная одежда в ее магазинах. Затем она актер. Это уже известное дело. Но какой замечательный она, талантливый, вдумчивый режиссер. Я у нее поработала 11 дней, поснималась каждый день. Я уходила с букетом цветов. Я, конечно, благодарна, что меня третий раз пригласили на закрытый показ. Вы у нас ветеран. Да, да, я третий. Я очень довольна. Чем этот показ отличается от первых двух? Здесь больше философского материала. А как вам обсуждение? Я, наверное, когда Коля сказал, что чем дальше он слушал, тем ему интереснее было в это вникать и какая-то там пошла мысль. То есть, чем дальше я слушал, я вообще не понимала. Мне казалось, что все люди посмотрели что-то другое. Совсем не то, что а, происходило на площадке, б, потом я видела в кинотеатре. То есть, у каждого какой-то свой фильм, своя история. Вы умницы, вы подытожили то, о чем мы здесь говорили. Спасибо большое, что вы посмотрели картину. Спасибо вам большое. Я снимала эту картину, я не знаю, в принципе, как мне можно судить, я как смогла сняла. Спасибо. Но вы же в процессе обсуждения радовались, негодовали, готовы были разорвать или наоборот. что-то вот от того, что прозвучало с этой стороны или с той, вдруг... Нет, более того, я вам тоже перед смертью налью шампанского или вы же любите водку, наверное. Коньяк. То есть, главным результатом сегодняшнего вечера я буду считать тот факт, что, умирая, я знаю, кого призвать с бокалом хорошего коньяку. Когда я в конце программы говорю вам, что смотрите русское кино, потому что это кино про нас, я, конечно, мало сказать лукавлю. Наступили такие времена в кинематографе, да и в нашем кинематографе, и не в нашем кинематографе. Когда уже не важно, кто снимает, потому что это не про нас, это про них. Этим и отличается, видимо, авторское кино от всего остального. Тем не менее, тем не менее, совершенно справедливо было сказано, что у каждого кино есть свой зритель. Вдруг вам повезет, и вы именно тот зритель и есть. Поэтому смотрите кино и у нас в программе, и вне ее. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...